У этого человека. Как дела? Да все заебись, все классно, все хорошо. А у вас как? Ну, это тоже же нормально, потирая свои больные места. Ну, в принципе, все счастливы. Так вот, клиенты хотят стабильность. Как они к нам попадают? То, что они к нам уже обращаются, это есть какой-то, может быть, уже элемент доверия. Им кто-то, чаще всего, это кто-то им посоветовал к нам обратиться. Или они увидели какую-то яркую рекламу, или увидели в гугле о том, что, в принципе, мы занимаем какую-то десятую, в десятку в ходе. И происходит с нами контакт. Но человек пытается, ну, все подвергается мнению. И, идя к нам, он сразу же думает о том, а могу ли я довериться этим людям? И изначально он уже идет и не хочет нам доверять. Он хочет нас испытать. Приходит и говорит, вот у меня я разбираюсь в музыке, потому что я закончил физико-математический. И я изучал эти звуковые волны. Я даже диплом написал на эту тему. Я закончил, да, я в 56-м году закончил, у меня такие учителя были серьезные. Есть несколько вариантов, как эту доверие... Ну, здесь самый идеальный вариант доверия, это когда звонит тебе твой друг, говорит, подбери мне кинотеатр, я с водителем тебе посылаю 50 тысяч долларов. Вот это доверие. Дальше, второй вариант, который мы сейчас обсуждаем, классический, это испытание нас. И мы должны быть компетентны. Это вторая позиция. Доверие, компетенция, уникальность. Как достичь компетенцию? Чаще всего это достигается словом. Я закончил в 56-м году, у меня были такие учителя, а я учил этих всех учителей. Но есть такие... Нам легче, на самом деле, имея тот потенциал, в котором мы сейчас находимся, где мы сейчас сидим. И когда я попал в эти помещения, когда здесь ничего не было, я уже знал, что здесь было. Мне было реально не по деньгам то, что здесь происходит. То, что здесь есть, это не потому, что я этого именно хочу или достоин, а потому, что это делалось как шоурум, это пространство. И сюда вложено почти 100 тысяч долларов. Это только в отделку и в инженерии. Тут очень серьезные системы стоят. И остался вот один маленький такой шажочек, закончить это. Но он не происходит. Как обычно клиенты... С чем мы... Ну, с какой мы проблемой часто сталкиваемся? Это когда звонят люди, просят сметы. И ты им говоришь о том, что нужно встретиться, он говорит, что у него нет времени. Почему у него нет времени? Потому что он обратился к 30 таким фирмам. У него, естественно, нет времени не приехать на каждую фирму. Абсолютно. Чем этого клиента взять? Доверия нет. Компетенции ты его взять не можешь, потому что ты с ним не можешь встретиться, пообщаться, поговорить. Наверное, остается уникальность. Уникальность в оформлении смены? Остается только один путь в этой уникальности. Скидка. А какой шанс из этих 30 ты даже дашь ему 40% скидки? Потому что мы работаем по-белому, мы не обманываем клиента. А другой даст 50, 70, скажет, бесплатно сделает. Ну, он его, конечно, обманет. Всем понятно. Но человек получит то, что он хочет. Соответственно, шанс того, что он выберет тебя, является один из 30. Ты ему отправил смену. И как работает профессионал? Профессионал не идет на поводу этих моментов клиента, потому что он знает, что дальше будет. Он хочет повысить свои шансы. Он хочет заработать деньги. И он не хочет тратить на этих... Не знаю, как мягко этих людей назвать... Свое время. Он просто говорит, если ты хочешь со мной поговорить, приедь ко мне. У нас сразу в голове... Ну, он, конечно, он так настроен уверенно, да, он к нам не приедет никогда. Но, когда ты ему говоришь, нет, у нас такие правила, они часто начинают говорить, вот, да мы-то рады. Вы знаете, вот мы все очень хотим. Вот все, что вы скажете, все будет, как вы сказали. Все, что вы сказали, мы сделаем. Мы головой об стену, как у вас, разобьемся. Но сначала деньги. Ну, а потом стулья. То есть сначала вы приедете к нам, а потом у вас будет все. Вот все, что вы дальше не будете говорить, у вас все будет. Но сначала деньги. Сначала деньги. Это очень важно, и люди это чувствуют, и они понимают, что они говорят с профессионалом. И тем более, что у вас есть защита. У вас есть фирма, у вас есть легенда, у вас есть офис. У вас есть Григорий Альбертович, который все это придумал. Вы не можете. Ну, как? Ну, они же все их увидят, и как вы могли? Это корпоративная этика. Это бронебойно, это работает. Это изучено годами, годами. И так работают все специалисты. То есть, когда в салон к специалисту, который много продает, приходят люди, он сразу видит, чего стоит каждый человек. И он подходит, а можно у вас проконсультироваться? Он у него даже не обратит внимания. Человек обидится, уйдет. Вы думаете, он туда не вернется больше? Он захочет вернуться, чтобы доказать, что он чего-то стоит, чтобы с ним говорили. Но он уже придет с деньгами, приходит и придет, скажет, я не хочу проконсультироваться, я хотел бы у вас купить стереосистему, у меня есть деньги. И он знает, какое будет такое отношение. А если к нему пойти вот так вот навстречу, пойти против правил, он заебет мозг, он будет приходить 33 раза, и ни хрена у вас не купит. Он пойдет к другим, тем, кто его выебет. Потому что они хотят, чтобы их выебали. Я не говорю ко всем, я говорю вот о том большом количестве клиентов, которые вокруг, которые ходят и собирают смет у 30 людей. Когда речь заходит о скидках, это говорит, что что-то мы делаем не так. Когда процесс продажи проходит нормально, речи о скидках нет. Значит, нужно остановиться, вернуться и вообще не говорить о делах. Может быть, приехать к клиенту, съездить с ним на рыбалку, пригласить в офис. Еще раз рассказать, чем мы занимаемся. Потому что скидка ничего не решает на самом деле. Она создает только большие проблемы. Потому что лучше продать 5 людям без скидки, чем 20 со скидкой. В итоге ты не уделяешь внимания тем, кто платит деньги. Кстати, я вспомнил, если кто-то вам дает на чай, это не влияет на ваши бонусы, они вам всем известны. Кричите об этом. Отмечайте этого клиента, потому что к нему должно быть особенно бережное отношение всех сотрудников нашей компании. Вот, конечно, когда мне говорят, а давайте я попробую, да я не против, чтобы вас ебали, а не вы их. Но когда не сделано главного, а мы бросаемся на частности, это страдает тот клиент, которого ты пригласишь, и которому не надо ничего говорить, просто завести в эту квартиру и дать в руки айфон, айпад. Ему ничего не надо рассказывать про нашу компетенцию. Не надо даже об этом ничего говорить. Просто общаться с ним о футболе, нажимать какие-то кнопки, и вокруг что-то происходит. Если его что-то заинтересует, он спросит. А мы вместо этого свои силы чаще всего направляем какие-то те вещи, которые мы могли бы не направлять. У нас очень много незаконченных дел, которые мы на 99% остановили, на что-то обиделись, или решили чем-то отомстить, или просто раз об этом не напоминают каждый раз, это не важно и так далее. То есть еще важно найти вот эту соль, закрыть ее, а потом уже в свободное время заниматься другими менее интересными вещами, как составлением и отсылкой смет в никуда. О чем бы еще хотелось поговорить? Это неправильно. У меня плохая артикуляция, когда у меня есть слова-паразит. Это очень важно, потому что мы сейчас тренируем технику моего общения при выступлении перед аудиторией. Еще, извините, что я перебыла, еще есть у вас паразит такой, привет, ну так мы в конце. Оно неприятно? Ну оно есть, я не говорю, что оно неприятно. Ну, вы заметили? Это недопустимо. Тут надо понять, прежде чем о чем-то этом говорить, то есть бывает, люди говорят, ты как-то странно разговариваешь, когда он меняется. Вот вопрос, странно это как? Лучше или хуже, или просто по-другому? В принципе, возможно, какие-то фишки, если они приятные, то их можно пропускать. А если они напрягают, то с этим нужно бороться, но это должен увидеть другой человек, который напротив тебя. Мы поговорили о доверии, компетентности, уникальности. С уникальностью у нас все вроде бы в порядке. Во-первых, есть руководитель, который ярко выглядит, но которого надо причесать, оттесать. У нас есть примочки, у нас есть фирменные машины, у нас есть идея фирменной формы. То, что обязательно инсталлятором должен приехать либо в футболке фирменной, либо в курточке, либо даже взять одежду, есть в переходах. Специальные станки, которые набивают по вектору логотип. Ходить в повседневную одежду, на которой есть логотип. Вот, Евгений Валерьевич, допустим, с остатками из роскоши нашей формы. Это у нас как? Первый вопрос еще, в принципе. Вообще, когда ходит...